Как же это вяжется с предыдущей темой, которую мы обсуждали, о том, что Пригожин не подчиняется Министерству обороны. Зачем я буду гадать? Я вам что, гадалка? Зачем я буду думать? Пусть Лавров думает, у него голова большая. Здравствуйте. Еще, чтобы мне кто-то прокомментировал новости. Прокомментируйте мне. Какие вы новости хотите прокомментировать? Мне кажется, важные очень. Я вот когда что-то важное... Ну вот я, например, такая новость. Я хотел вас поздравить с наступающим праздником. Я говорю, что у меня когда есть какие-то важные новости, захожу в чат-рулетку. Не просто поболтать, ну типа там просто о погоде, о рыбалке. А о чем-то важном. Вы на стриме, получается. О важном, о чем вы хотите. Мне кажется, что есть какие-то такие, знаете, исторические точки, которые надо обсуждать. Что Россия... Вот вы Стрелкова не читали сегодняшнего? Я его вообще никогда не читал. Не читайте. Напрасно. Он очень интересные мысли выдает. Он так констатирует серьезные факты. Смотрите. Сегодня вышло заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что все добровольческие... Ну, короче, все, кто не входит в состав Министерства обороны, все вот эти вот подразделения, включая ЧВК, добровольцы всех, должны подписать контракты с Министерством обороны. Ну, то есть подмять под себя хочет Шойгу всех. Ну, все правильно. А Пригожин сказал, что, короче, ну так я не буду, ну, ругаться. Ну, короче, сказал, что вам на тарелочке, понимаешь, на блюдечке с голубой каемочкой. Сказал, типа, нет, мы подчиняться не будем. А который наблюдает за этим всем... Это просто на военных действиях, соответственно, на них не будет распространяться. А этот, который наблюдает за этим всем стрелков, говорит, вот, говорит, что это уже военный мятеж. Какой он наблюдатель? Это говорит военный мятеж, если называть вещи своими именами. Как вы к этому относитесь? Как может быть военным мятежом, если структура Пригожина не является составной частью Министерства обороны? В этом-то вся и штука. Вы, видимо, не поняли меня. Смотрите, изначально Министерство обороны сделало заявление... Это его личное мнение. Не-не-не, смотрите, вы не поняли новость. Министерство обороны хочет в себя, все эти ЧВК, добровольческие корпуса, всякие батальоны, ну кто им не подчиняется? Кому они боеприпасы выдают, а подчинения нет. Там нет никого, который не подчиняется, кроме Пригожина. Кроме его частной военной компании. Да как же нет, есть еще, есть. Ну где, какие еще есть? Ну ЧВК, ЧВК разные. Тот, который Газпром пытался там что-то создать. Разные ЧВК, разные добровольческие там всякие корпуса, батальоны. Нет, ну добровольческие, нет. Вы не знаете всю ситуацию, которая находится в России. У нас все добровольческие образования, они все подчиняются Министерству обороны. А зачем тогда Министерство обороны сделало такое заявление сегодня? Договор, контракт. Они изначально подписывают, прежде чем приступить к обучению. Понял. А зачем тогда сделало Министерство обороны сегодня такое заявление ваше? Для чего? Если все остальные входят в состав. Как вы думаете? Ну, возможно, это касается только Пригожина. А Пригожин сказал, что они предлагают интегрироваться. А Пригожин отказался? Ну. Ну. У них же был конфликт интересов. Возможно, поэтому он отказался. Я не очень понимаю, в чем конфликт интересов у них. Как бы вы, возможно, больше... Мне как раз это интересно. Как бы вы прокомментировали отказ Пригожина, как представителя частной военной компании с самолетами и боеприпасами? Ни в одной из структур не стою. Ни в ЧВК, ни в Министерство обороны. Ну, вы как налогоплательщик, как гражданин России, как к этому относитесь? Вот Стрелков говорит, что это военный мятеж. А вы как считаете? Ну, это его личное мнение. Я понял, что... А я спрошу ваше личное мнение. Вы согласны со Стрелковым или нет? И почему? Я не согласен. Почему? А что такое мятеж тогда? Мятеж, вот как раз, если бы они были структурой Министерства обороны и отказывались выполнять приказ, то в этом случае это мятеж. Ага. А так, как вы к этому относитесь? Положительно, отрицательно? За кого вы? У меня нет такого. Я за Россию. А, вы за Россию. Как вы считаете, должно ли быть... Все, что делается ради России, это в интересах России. Как вы считаете, должна ли быть какая-то монополия на насилие у государства? Или нет? У государства всегда есть монополия на насилие. Как же это вяжется с предыдущей темой, которую мы обсуждали, о том, что Пригожин не подчиняется Министерству обороны? Потому что не является структурой. А в чем же тогда монополия государства на насилие? Ну, оно делегировало определенные полномочия, определенными указами. Кому? Пригожину в тот период, когда он выполнял... У вас же нет закона про ЧВК. У вас в ЧВК наемники запрещены. Это название ЧВК придумали в Сирии. На самом деле, это был просто обычный добровольческий батальон. Единственный добровольческий батальон. Все остальные, которые назывались добровольческими, они просто назывались так. Но не более того. Потому что изначально все, как Алга, как Темер, как там еще порядка сорока этих батальонов, которые назывались де-факто добровольческими, они изначально все подписали контракт, прежде чем принять участие. Единственное, кто тогда без этого договора действовал, это как раз бойцы Донецкой и Луганской народной фреспублики. Знаете вы, что такое двоемыслие? Двоесказание. Вы знаете, что такое? Это когда, получается, по-вашему, вроде как монополия у государства есть, но как бы ее одновременно нет, но это нормально. А вы выступаете за то, чтобы она была, но как бы ее нет. Но ведь у Пригожина есть боеприпасы, самолеты, вертолеты, танки, артиллерия. А кто ему их давал? Кто ему их давал? Видимо, я так подозреваю, он их купил в военторге. Ну, ему, конечно же, выдало это все Министерство обороны. На каком основании, как вы думаете? Я документы не читал, не знаю. Я не читал. Как вы думаете, на каком основании? Зачем я буду гадать? Я вам что, гадалка? Зачем я буду думать? Пусть Лавров думает, у него голова большая. Ну, Лавров, он отвечает за международную политику. Как вы думаете, как оружие, которое принадлежит вашему народу, Министерству обороны вашей страны, попадает в руки наемников? На каком основании? На чего взяли? Я же вам сказал, это добровольческий батальон. Кстати, единственный. В настоящее время. Это добровольческий батальон, но они подписывают контракты. Я еще раз говорю. Это единственный добровольческий батальон. Все остальные, они являются структурами Министерства обороны. А другие насильственные или что? Остальные являются. Они как... У меня сейчас голова лопнет. В состав Министерства обороны. Частная военная компания. Она в том и заключается частная. Нет частных военных компаний на территории Российской Федерации и Украины. Упривожен. Со стороны России. То, что она называет ЧВК. Ее даже слово Вагнер, ее придумали в Сирии. По сути, она является частной военной компанией. Поскольку это не государственная компания. Правда же? По сути. Она же не подчиняется государству. Украина как государству, она тоже не существует. По сути. С момента, когда вы отстранили законного президента Украины. Я тоже так же могу апеллировать. Так можно же сломать просто мозг. Смотрите. Мы же сегодня обсуждаем с вами сегодняшние события. Сегодня, сегодняшние же события. Ну, вам я объяснил. Министерство обороны хочет подчинить себе большую военную компанию. Не государственную. Поскольку она не государственная, то можно сделать вывод, что она частная. Поскольку она не подчиняется Генеральному штабу и Министерству обороны. И Верховному главнокомандующему. Поскольку у нее своя структура отдельная. Это добровольческий батальон, у которого есть свое руководство. Соответственно, он частный, не государственный. Есть два типа собственности. Государственная и частная. Нет, дело в том, что тут нет собственности. Вот в чем суть. А контракт они с кем заключают? Она как организация не зарегистрирована. Зарегистрирована. Как они подписывают контракт? С кем? С кем подписывать не знаю. Как вы думаете, на каком основании Пригожин получал возможность добывать из тюрем зэков? Подписывать контракт, чтобы они с ним подписали? На каком основании происходило... Ну его туда запускали в тюрьму или запускали зэков? Нет, были определенные указы президента. Потому что без президента человека помиловать нельзя. Не понял сейчас. Ну вот. Вы не знаете наших законов. Вот почему-то. Вот поэтому вы и не поняли. Знаю. Как вы думаете, какое основание было разрешить Пригожину набирать себе там зэков? Ну, значит, был определенный указ президента. Был определенный указ. Вы верите Владимиру Владимировичу Путину? Само собой. Безоговорочно. Я же выбирал его. Вы безоговорочно ему доверяете? Верите, вот все его действия правильные? Ну, возможно, они... Некоторые из них спорны. Но большинство верны. Я понял. Как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий? Пригожин не подчиняется Министерству обороны. И у вас появляются как минимум две структуры между собой конкурирующие. Пригожин недавно брал в плен вашего полковника. Нет, этого не будет. Представители Министерства обороны обстреливали... Они просто-напросто уйдут в... Если им, грубо говоря, закрутят гайки, они просто уйдут в зарубежную территорию. То есть это Африка. То есть вы надеетесь, что вагнеровцы уйдут в Африку? В России и в Украине больше им было отличие. Нет, я не надеюсь. Я, конечно, хотел, чтобы они вступили в систему Министерства обороны. Но, опять же, есть нюанс, связанный с тем, будут ли они настолько эффективны. И выполнение приказа непосредственно Министерства обороны. То есть эффективность... Как вы считаете, Путину повезло с народом? Это народу повезло с Путином. Отличный ответ. Отличный ответ. Я считаю, что повезло. Хорошо. Если бы я хотел быть диктатором, например, я бы выбрал русский народ тоже. Идеально. По-моему, вообще идеально. Вот ты такой мечтаешь. Ну, представляете, такой злодей такой. Хе-хе-хе-хе-хе. Такой, знаете, буду диктатором, короче. Мне нужен народ. Сколько? Не знаю. Миллионов сто. Даже больше. Хочу. Давай, только таких, чтобы... Он у вас и так есть. Зеленский. Хочешь сказать, у тебя Зеленский не диктатор? Нет. Только таких, чтобы подчинялись безропотно таких. Он говорит, хорошо. И территорию какую? Хочу большую. Самую большую в мире. На тебе. Все. Такой бумс. Игра такая начинается. Первый уровень. Ты Путин. Нифига себе. Афигеть вообще. Народ, а вы... Игра не только воображения, но и слов. Нам повезло. То есть вы считаете, что это все божья роса? Ну, окей. Хорошо. Как вы думаете, почему Стрелков не согласен с вами? Почему у него другое мнение? Личное. Я вам еще раз говорю. Я не гадалка, чтобы за него думать. Его слова, это его слова. Ваши мысли, это его мысли. Ваши размышления. Вы можете поразмышлять? Как вы думаете? Почему? Да я не хочу даже думать на это. Вы не хотите даже думать. Я вас понял. На этого человека. Идеально Путину повезло. Идеально. Вот просто, я не знаю. Путин выиграл джекпот. Моментально просто. Вот раз. Все. И держи. Все. Все, что нужно тебе. Все есть. Безропотные рабы. Самая большая территория. С Пригожиным только немножко не повезло. Повара неправильно подобрали. Но ничего, это тоже дело поправимое. Шойгу разберется. О, боже ты мой. Как хорошо вас видно и слышно. Я старался. Специально для вас. Надо. Чем же я заслужила. Я думаю, вы мне расскажете про 9 мая. А что вы конкретно рассказать? Ну, вы готовы праздновать там вот это вот все? Да, я даже вчера пошла на Тверхую. Там была репетиция парада. К сожалению, долго не смогла там быть. Ну, замерзла. Было очень холодно. Так. Смотрел кое-что. Порадовался. Вот этот вот лозунг. Можем повторить. Можете мне пояснить, что он означает? Я спрашиваю часто у россиян. Они как-то так расплывчато, издалека мне как-то. Вот так, чтобы напрямую не очень могут пояснить. Если нападет кто-то, то сможем повторить подвиг наших дедов и отцов. Это вы про какой год говорите? Я говорю про 45-й. А про 39-й? Это же те же самые деды были. Я вам говорю про 45-й. А в чем отличие от войны 39-го года и, например, 45-го? В чем разница? Я не очень понимаю. Ну, не понимаете. Тогда не будем эту проблему обсуждать. Почему? Мне кажется, это очень важно в преддверии 9-го мая. В чем отличие от 39-го года и 45-го? Да. В 39-й год чем отличается? Ну, это же армия та же, страна та же, руководители те же, полководцы те же самые, деды те же самые. Ну, все те же самые. Ну, как... Действующие лица те же самые. Действующие лица совсем не те же самые. Ну, я не знаю. Наверное, для вас война, о которой вы говорите, началась в 39-м году, для меня, для моих родственников, она началась в 41-м. Закончилась в 45-м. Угу. А у меня к вам есть очень интересный вопрос. Как вы относитесь к защитникам, к героям так называемой Брестской крепости? С большим уважением. А скажите, пожалуйста, вас не интересовал тот... Подождите, подождите. Дожить до рассвета. Не читали? Вас не интересовал тот факт, что крепость герой, а город Брест не герой. Ну, вот есть город герой, Ленинград, например, это же город герой, да? Там, ну, города герой есть. А вот крепость герой есть, а Брест не герой. Как вы думаете, почему? Вы знаете, я на этот вопрос вам не смогу ответить, потому что не я присваивала эти звания ни к городам героям, ни крепости. А как вы думаете, вас не интересовал исторический нюанс, как советские солдаты оказались в Брестской крепости? Ну, то есть, что за Брестская крепость и что там делали советские солдаты? Вы не интересовались этим? Вы не знаете, что после 1939 года граница была перенесена как раз вот в Брест, там и была граница с Польшей. Не в курсе? Вы можете мне немного поподробнее объяснить? Я не очень понял вас сейчас. Кто-то перенес... Кто-то перенес куда-то границу. Да, да, да. Присоединены были части там Польши, части там Белоруссии западной, западной Украины. Граница была перенесена. И что вас в этом смущает, что удивляет? Я не очень понял, в каком смысле перенесена граница? Как это присоединена? Это как? Я не очень понимаю. Ну, советские солдаты, как оказались в Брестской крепости? Кто передвинул куда границу? Как это... Ну, ведь исторически же так как бы... Она не принадлежала Советскому Союзу, Брестская крепость. Еще буквально в 1938. А в 1941 там уже были советские солдаты. Как они там оказались, вы не знаете? Ну, а вы не знаете историю, как присоединялась западная Белоруссия, западная Украина к Советскому Союзу? Ну, тогда посмотрите подробные документы, потом тогда можем этот вопрос обсудить. То есть, подождите, разве это была не война? Нет, это была не война. То есть, Вторая мировая война, да, началась в 1939, как нас всегда учили. А Другая война началась в 1941. Что вас смущает, что вас удивляет? Ничего не понял. Если вы передвигали границу в ту сторону, а потом границу начали передвигать Германию, например, в другую сторону, то в вашем случае присоединение слова звучит как-то позитивно. Ну, передвинули границу, да и все, да и черт с ним. А когда Германия передвигает границу, то это как-то ай-яй-яй, так нельзя. Я не могу понять, а кто же тогда виноват в войне? Что же такого плохого в передвижении границы? Я не очень понимаю вас. Ну, если не понимаете, что же тогда этот вопрос обсуждать? Ну, мне хотелось бы разобраться. Насколько я владею информацией, то Гудериан, знаете, тот самый Гудериан, который командовал немецкий полководец, это он захватил Брестскую крепость, это он ее захватывал дважды. Сначала он ее захватил у поляков, это была война, это не было передвижение границы. Они убивали и убили защитников Брестской крепости, солдат и офицеров польской армии. Потом была торжественная передача Брестской крепости и, собственно, самого города Бреста одними дедами, дедами вермахта Гитлеровской Германии, другим дедам, дедам Советской армии. И был торжественный парад или прохождение техники торжественно, то есть совместный парад Гитлеровского рейха, Гитлеровской армии и Советской армии. И была торжественная передача этой Брестской крепости, Гудериан передал Советскому командованию. А потом он ее второй раз взял в 1941 году. Тогда я не могу понять, почему вы так относитесь снисходительно, потому что как бы вообще так нехотя к героям, защитникам, полякам, которые защищали Брестскую крепость, а с большим уважением и героизмом относитесь к тем советским солдатам, которые ее защищали от того же самого Гудериана. И я не очень могу вас понять, а где же честь тогда и доблесть? Ну, если дадите слово, я может попробую. Я выслушаю вас, мне очень интересно ваше мнение. Да. А вот вы слышали про международные договоры, по которым идет, берешь какой-то территории, когда страны договариваются, часть территории отходят к вам, часть территории отходят к вам. Какие страны с кем договорились? Какие страны? Да, страны, которые договариваются об этом, великое множество. Про Брест. Вы с какой страной договаривались про Брест? С какой страной? Ну, про Польшу. Какое было соглашение подписано, не знаете? Вы про Польшу договорились между кем и кем? Про Польшу. С кем и кем вы договорились? Подождите. А вы понимаете разницу между тем, что когда территория передается на основании каких-то международных договоров и когда идет нападение на территорию? Если вы отдали эту территорию, то извольте уже не нападать. Или вы не согласны? И вообще, вы знаете... Я не понял. Получается, Гитлер напал на Польшу с одной стороны. Вы напали на Польшу с другой стороны. Но это была не война. Хотя это была война. Как это вы не напали на Польшу? Мы в Польшу не нападали. А, не нападали. А как же тогда Брест оказался на территории Союзского Союза? Я хочу ответить на вопрос и вообще немножечко пояснить твою позицию. Давайте. Моя позиция такая, что память своих предков я чту. И вот эти вот разговоры поддерживать не собираюсь. Более того, мне непонятно, что-то после 2014 года на Украине все вдруг стали историками, филологами, что-то раньше и говорить об этом не говорили. А тут, боже мой, на кого не наткнешься одни только филологи и историки. Я не понял, на кого напала Польша, если честно. Ничего не понял. На кого Польша напала? Я не историк. Если вам этот вопрос очень сильно интересен, поговорите на эту тему. Так подождите. Как же вы тогда чтите память дедов, которые были агрессорами и оккупантами? Если напало ваше государство на Польшу, а вы теперь чтите память дедов, которые нападали на соседнее государство, то разве это хорошо? Быть оккупантами и агрессорами? Я никогда агрессорами не называла и не назовусь. А что же они делали в Бресте? Свою территорию защищали, если вы этого не понимаете. Поясните, я не понял. Я правила память предков, но это, знаете, удел людей, у которых нет ни памяти, ни чести, ни достоинства. Ничего не понял сейчас. Подождите. Если вы не нападали на Польшу, то кто же расстреливал тогда польских офицеров, которых вы взяли в плен? Знаете что? Вот я смотрю, вы очень большой демагог. Очень большой демагог. В чем моя заключается демагогия? В расстреле польских офицеров? Это одни и те же факты. Можно перевернуть так, хотите так, хотите по-другому. Кто расстрелял польских офицеров? Цвет нации. Кто расстрелял? Мои предков я порочить не собиралась, не собираюсь. Понял. Да подождите, разве не ваши предки расстреляли польских офицеров? Нет, не наши. Вот то, что могли расстрелять ваши, вот с этим я... Этому я могу поверить. Учитывая ваши слова, ваши отношения. Ничего не понял сейчас. При чем здесь это? Просто такой непонятный. Ну подождите. Разве польские солдаты не были героями, которые защищают свою родину? Норман. Они же защищали свою родину на своей территории. А если вы договорились с каким-то другим государством о том, что вы разделите территорию Польши, то разве польские солдаты и офицеры, которые воевали против ваших дедов в 1939 году, которые попали в плен и были расстреляны, разве они не герои? Они же воевали за свою страну на своей территории. В чем же тогда доблесть ваших дедов, которые у них оккупировали их землю? С кем же вы договорились про польскую землю? С Германией? Да, с Германией договорились. Так значит вы такие же точно агрессоры, как и Германия. А в чем же тогда гордость? Подождите, про пакт Молотова-Риббентропа вы наверняка слышали, но вы делаете вид, что такого не существовало, какие-то бред не несете, поэтому извините. Подождите, но ваши деды, руководство... Не приходите задать и другой вопрос. Хорошо, да, хорошо. Слышали ли вы что-то про захват Франции, гитлеровской Германии и про оккупацию Парижа? А поздравительные телеграммы ваши деды посылали Гитлеру, поздравляли с тем, что он захватил Париж, оккупировал. Разве это достойно уважения? Это в испаленном мозгу украинцев такое может быть. А как вы относитесь к оккупации Франции, Германии? Вы знаете, та страна, которая себя не защищает, она достойна того, чтобы ее оккупировали. А французы как-то в один день легли под немцев, ну значит они того и достойны. Та страна, которая не защищается, достойна того, чтобы ее купить. То есть вы не осуждаете оккупацию? Нет, я ее осуждаю, но говорю, что если французы вам дорога, ваша страна, так вы должны ее защищать. Подождите, 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 я не понял. Германия оккупировала Францию. Вы осуждаете оккупацию Франции? Ну, осуждаю. Осуждаете. Германия оккупировала Польшу. Вы осуждаете оккупацию Польши? После 1939 года, да. И там еще был какой-то раздел. Если честно, я не понял вас. Вы осуждаете оккупацию Германии и Польши? Моя позиция такова, что любая страна, которая считает себя страной, которая не является лимитрофом, она должна уметь себя защищать. А коль не умеет себя защищать, таков твой дел быть оккупированы. Вот и все. Но ведь получается, что Советский Союз же был союзником Гитлера на момент оккупации. Ну, знаете, союзником Гитлера так много стран были, что что же с этих союзов только осуждать? Осуждаете все страны Европы. Чего же их не осуждается? Я вас сейчас не понял, если честно. Вы осуждаете союзнические действия Советского Союза и Германии в начале Второй мировой войны, извините, или нет? Я вас не понял. До 1941 года... Нет, осуждаю, конечно, осуждаю. Там было видно, что Германия, прямо скажем, готовится к войне. Понятно, что по всем ее действиям это было ясно. Вы запутались в показаниях, я честно вам скажу, так говорят следователи. Нет, я в показаниях не запуталась. Оккупацию Франции вы осуждаете, оккупацию Польши не осуждаете. А в чем разница между оккупацией Польши и оккупацией Франции? Тут сказал, что оккупацию Польши я не осуждаю. Просто вы пытаетесь это все представить так, что вот когда немцы в 1939 году заплатили Польшу, вот тут я не должна осуждать. Я осуждаю этот захват. По сути, это начало Первой и Второй мировой войны. А осуждаете ли вы оккупацию части Польши Советским Союзом? Это была не оккупация, это был раздел страны по международному соглашению. Я запутался. Смотрите, Германия... Вы только что сказали следующее. Германия оккупировала Польшу, и вы осуждаете эту оккупацию. А Советский Союз оккупировал половину Польши, другую часть Польши. Вы не осуждаете. А почему? А в чем разница между оккупацией Польши, например, и оккупацией Франции? Российской империи еще. Не совсем понял вас. В чем разница между оккупацией Франции и оккупацией Германией и Советским Союзом Польши? Я не очень понимаю разницу. Ну, раз не понимаете, почитаете тогда еще исторические документы. Но не пытаетесь все в кучу сваливать. Ну, вы мне не могли бы пояснить? На которые я постараюсь ответить. Если есть, давайте. Я понял. Знаете ли вы, как выглядит современный фашизм? Да, знаю. Могу даже рассказать. Расскажите, конечно. Очень интересно. Это когда 20 людей загоняют в дом профсоюзов и поджигают. А малолетние пасыкухи сидят и разливают коктейль молотова в бутылки. Перед тем, у них еще на плечах этот желто-блокитный флаг. Поют песни, вернее, поют гимн Украины и разливают коктейль молотова. Знаешь, что сейчас пойдут людей сжечь. Вот это я называю фашизмом. Очень похожим. И подбирают двери, чтобы никто оттуда не выбрался. И добивают людей, которые спасаются. Вот это с моей точки зрения фашизма. Я вас понял. Да, у меня еще есть вопрос по поводу войны с Финляндией. Советский Союз напал на Финляндию. По какому договору и оккупировал часть Финляндии? Это раздел был или оккупация? Вы попробуйте мне тут пояснить. Я там немножко не понимаю. Да, значит, там, в общем, было предложение Финляндии, какое, чтобы отогнеть границу от Ленинграда, потому что она практически сплотно была. За это давали Финляндии большое количество территорий, Карелии. Ну, как-то вот не договорились. Не понял сейчас. И не договорились, и... Да, там предлагали обмен территориями. Отогнеть границу от Ленинграда, взамен давали территорию Карелии. А, они не согласились. Говорят, это наша земля, мы против. И что случилось? А кто-то сказал, что я там прям целиком и полностью поддерживаю это действие. Этого я не сказала. Я понял. Как вы относитесь к распаду Советского Союза? Ой, вы знаете, двояко. Сейчас объясню, почему. Там же было много хорошего. И распад Советского Союза, конечно... Поначалу мы даже не поняли. Я помню, в каком... В 92-м году мы поехали на поезде в Болгарию через Украину. Но было так странно смотреть, когда эти два ночи будут пограничники и требуют паспорта. Ну, было во многом Советском Союзе много хорошего, но много плохого. А скажите, пожалуйста, а страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония, как попали в состав Советского Союза? Как вы к этому относитесь? В 39-м году присоединили... По договору по какому-то или как вы это понимаете? Это, по-моему, по факту Молотова-Риббентропа, по-моему, и так далее. Не помню. Вот давайте я не буду говорить... Там бы как бы Риббентроп был вообще ни при чем. Как вы понимаете значение словосочетания «двойные стандарты»? Двойные стандарты? Очень хорошо понимаю. Это когда... Например, присти какой-то или общее определение. Ну, как вы понимаете... К чему это применимо? В каком контексте я у вас спросил про двойные стандарты? Ну, я так думаю, что вы сейчас будете переводить это все на начало Второй мировой и Великой Отечественной войны. Я думаю, что к этому вы пытаетесь. А в чем разница, как вы понимаете, между оккупацией и отодвижением границ? Отодвиганием, как правильно это же слово. Я не знаю, как его даже... Присоединением. Вот в чем разница? Россия с Китаем подписала соглашение, соглашение по которому часть территории отвозила Китаю, часть отошла России. Это называется демаркация границ на основе между... Демаркация границ, это когда демаркировано на добровольных началах. Когда соглашаются оба государства, правильно? Что граница будет проходить вот таким вот образом. А в чем разница между оккупацией и отодвижением границ? Ну, присоединением, отодвижением границ и оккупацией. В чем разница? Ну, в одном случае говорят, оккупация, это плохо. А в другом говорят, мы просто отодвинули границы и присоединили к себе часть территории. Это хорошо. А в чем разница между этими двумя понятиями? Как определять? Ну, позвольте, задам вопрос. Как определять, что в одном случае это присоединение границ и это хорошо? Присоединение территории, отодвигали мы границ, это хорошо. А в другом случае оккупация. Если вот объективно оценивать эти два понятия, как определить, где именно оккупация, где присоединение территории? Как правильно мне понимать? А то я запутался, вы меня запутали немножко. Ну, если мы говорим про оккупацию, насильственное действие, присоединение добровольное действие. Так уж, если кратко. А в Польше была добровольная или насильственная со стороны Советского Союза? Я считаю, добровольная. А как же попавшие в плен солдаты польской армии? Ну, солдаты польской армии. Солдаты польской армии в какой-то, там если 19-й год, в какой-то 20-й, там тоже часть Российской империи была к ним. Не, не, я про 1939-й год. Я говорю, что если добровольно, то вряд ли бы могли бы попасть в плен и были бы убиты солдаты и офицеры польской армии. Если это добровольно, то значит как бы все радуются и приветствуют, флагами машут и хлеб-соль подносят. Это вы хотите что-то там про котель что-нибудь? Не, я просто спрашиваю. Убитые польские офицеры и солдаты в момент присоединения границы в 1939-м году говорят о том, что это была оккупация или присоединение? Я не очень понял. Вы знаете, что касается гибели там польских военнослужащих, когда идет война, даже когда идет добровольное присоединение, там тоже могут быть такие... Когда идет добровольное присоединение, то тоже может быть война. И такое тоже так, и такое-то... Никогда не бывает так, чтобы все были согласны. А, так просто понял. Как вы понимаете... Хоть один процент населения, он может быть не согласен. Понял. Как вы понимаете значение слова вероломство и подлость с точки зрения государства? То есть какие государства являются вероломными и подлыми, по-вашему? Ну, я скажу какие. Государство называть это было бы некорректно. А вероломство, ну вот, например, хотя тут придется сказать, ну это когда вот под глотным предлогом нападает на государство. Например, то, что было с Ираком, когда там потрясли пробирочкой, а в ту страну в руины превратили. Вот это вероломство и подлость. Вероломство это нападение на страну без объявления войны, верно? Не обязательно. Однозначно. Никакого другого значения слова у вероломства нет. Это подлое нападение. Без объявления войны. Другого значения у этого слова просто нет. Я не стану спрашивать у вас про Крым. Я хотел бы уточнить у вас про Луганск-Донецк, если майор нам даст договорить. Но вряд ли. Нас майор сейчас отключит, скорее всего. Ему не понравилось. Он все понял. Майор все понял. Дорогие вы мои, вот так выглядит Российская Федерация. Это обыкновенный, настоящий, ничем не замутненный фашизм. Это и есть вот тот продукт пропаганды, советской пропаганды, сегодня российской пропаганды, телевидения российского в том числе, газеты, не знаю, средства массовой информации, еще с советских времен, которые наслаждали и насадили в итоге самый настоящий, ничем не замутненный, настоящий, классический нацизм, фашизм, тоталитаризм. Все вот это. Вот это вот все, которое там вы затеваете, как Сладкозадов, как там фамилия. Вот так выглядит Россия. Когда мы говорим про Польшу, про то, что туда, значит, перешли границу советские солдаты и убили солдат польской армии, польских офицеров, то это присоединение, это отодвижение границ. Когда мы говорим про Германию, которая начинает отодвигать границу в свою пользу на территории Советского Союза, то это вероломное нападение и агрессия. Это не политика двойных стандартов, это оправдание своего собственного подлого вероломного поведения. Ничего другого в этом нет, только это, исключительно. Как вы думаете, понимает ли она то, что она говорит, и что она говорит полную откровенную чушь? Однозначно. Она прекрасно понимает, и майор загнал в тупик, да, и майора загнал в тупик, он вынужденно отключил, потому что, ну все, там конец уже, все, ну нечего там дальше больше, уже не о чем говорить. Я хотел единственное, что спросить напоследок про Луганский Донецк. И все знаете, чтобы она ответила? Конечно же, вы прекрасно знаете, чтобы она ответила про Луганский Донецк. Это болезнь. Этим больно целое государство людей. Они больные. Не больные в смысле, больные на голову. Нет, это агрессия. Они больны этим. Они больны войной. Они считают, что до сих пор в 2021 году они подло, цинично оправдывают нападение на другие страны для того, чтобы просто захватить часть территории. Насколько это тупо в 2021 году. Но они считают это до сих пор воинской доблестью. И что деды воевали. И нельзя память дедов и память предков там предавать и так далее. То есть, вот эта вот недоразвитость цивилизации в части Российской Федерации она и приводит к этим войнам. То, что мы сегодня имеем на Востоке. То, что мы сегодня имеем. Оккупированный Луганск, Донецк. Оккупированный полуостров Крым. Это есть следствие. А причина это пропаганда и вот этот вот насажденный фашизм. Агрессия на глупость человеческую. Никто не хочет говорить про Брест. Никто. Это больная тема. Не хотят. Мы отодвинули границы. Мы договорились про раздел Польши. С кем? С Польшей? Вы договорились с Польшей про то, чтобы ее разделить и забрать ее часть территории? Ну, не с Польшей. С Германией. Что там такого? Это международный договор, между прочим. Мы договорились одновременно осуждать оккупацию Германией, Франции. Не осуждать оккупацию Советским Союзом, Польшей. В чем же разница этих оккупаций? Политика двойных стандартов позволяет на сегодняшний день Путину, руководству Российской Федерации посылать солдат на Донбасс, к нам сюда воевать и говорить, что их там нет. Хотя это подмигивая, говорит, ну вы же понимаете, что они там есть, как бы, но их там нет. И они такие, Владимир Владимирович, мы-то понимаем вас, конечно, но это ж типа военная хитрость. Мы тут будем говорить, что как бы нас нет, хотя мы как бы понимаем и так далее. Вот это приводит к войне, они беременны войной. Вот это вот на сегодняшний день их беременность, тем 9 мая выглядит в итоге. То, что они не хотят смотреть вот такие видосики. Они их не хотят смотреть. Они не хотят говорить про парад 1 мая. Они не хотят говорить про то, что на параде 1 мая присутствовали немецкие нацистские вожди. Война шла полным ходом. Парад 1 мая 1941 года, на котором присутствовали представители немецкого нацистского командования. Вот они, это же кадры кинохроники. Они уже бомбили Великобританию. Война в Европе шла полным ходом. И Советский Союз воевал на стороне Германии. Они были союзниками. Вот руководство страны, включая Иосифа Виссарионовича. Вот Калинин. Его вот видите с бородкой. Он похож немножко на Троцкого и немножко похож на KFC, на Кентукки. Они приветствуют нацистских вот этих вот преступников. Потому что они были такие точно. У них задачи были такие же точно. Вот они. Немцы присутствуют на параде. И кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. Это 1941 год. 39-й позади, 40-й позади. И солдаты РКК, рабочей крестьянской Красной Армии захватили уже кучу территории. Гитлеровская Германия была союзником Советского Союза. Союзником. Как это? Мы, значит, Финляндии предложили какой-то там кусок территории, который нам не нужен, для того, чтобы отодвинуть границу от Ленинграда. Они не согласились, поэтому мы у них захватили эту часть территории. В смысле? Вы считаете это нормально? Да, мы отодвинули границу просто. И все. Вермахт в это время оккупировал уже целые страны. К моменту 1 мая 1941 года целые страны были оккупированы. Вермахтом. Гитлеровской Германии. Страны. Не области. Не судеты. А целые страны. Это и есть мерзкость и подлость. Это и есть вероломство. Мы хотим помнить только про героев Брестской крепости в июне. И в июле 1941 года. А про героев Брестской крепости весны, осени 1939 года. Сентября, октября. Мы не хотим про это знать. Почему? Так это же событие двух лет. Два года всего прошло. Два года. Нет. Мы не хотим про это знать. Мы хотим про это говорить. Изучите историю. Я вам расскажу историю. История проста. Советский Союз никуда не делся. Он уменьшился. Советский Союз просто уменьшился. Мы не хотим быть частью Советского Союза. Он не возрождается. Он никуда не исчезал. Он просто стал меньше. Называется Советская Федерация сегодня. Он просто меньше. Освободились страны, которые раньше входили в состав Советского Союза. Которые раньше входили в состав Российской империи. Они освободились. Польша, которая была раньше частью Российской империи. Она освободилась и живется настоятельно, независимо, счастливо. Финляндия, которая была частью Российской империи. Украина, которая была частью и Российской империи Советского Союза. Страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония. Все страны, которые смогли освободиться, живут себе свободно, тихо и спокойно. И только Украину Россия не может отпустить. Потому что без Украины существование этого Советского Союза, этой империи невозможно. Они не видят существования. Они говорят про события 2 мая в Одессе. 3 мая, самый главный день. 3 мая 2014 года это самый важный день для Одессы. 3 мая Одесса ужаснулась событием 2 мая. Но проснулась свободным городом от русского мира. Свободным. И сегодня Одесса живет мирно и свободно. Там нет никаких российских солдат. Пляжи Лузановки и Аркадии не топчет кирзовый сапог русского солдата. И там мирно. В отличие от, например, Широкина. В отличие от, например, Азовского побережья, где часть территории оккупирована Россией. Там нет отдыхающих. Все. Луганск, Донецк оккупирован Российской и Русской армией. А Одесса проснулась мирно и свободно. Благодаря событиям 2 мая. Ужасные трагедии. Капец, что там происходило. Но 3 мая Одесса проснулась свободной. И все. И больше никогда там ничего такого не повторится. А вот это россияне знать не хотят. Вот эти вот, когда деды. Вот это вот все. Семен Тимошенко, который воевал буквально через несколько месяцев уже с этими же самыми гитлеровскими офицерами и генералами. Вот теперь уже можно не скрывать нашей дружбы с Гитлером. Гитлер неплохой. Это и есть день победы. Гитлер неплохой. Гитлер такой точно, как Сталин. Он для них плох тем, что он напал на них. Они одинаковые. Для них. Гитлер для них плох. Не потому, что он захватывал территории. Не потому, что он уничтожал целые города и села. Не потому, что у них была идея фикса уничтожить целые нации. Не поэтому они осуждают Гитлера. А потому, что он нарушил договоренности. Мы договорились нападать друг на друга. Мы бы ту часть мира захватили. Они бы эту часть мира. И все было бы хорошо. И мы бы дружили нормально дальше. Их не смущает нацизм. Их не смущает антисемитизм. и уничтожение геноцид, уничтожение целых народов. Их смущает то, что Гитлер напал в нарушение договоренности пакта Молотова-Риббентропа. А само наличие пакта Молотова-Риббентропа их вообще не заботит. Он разрушил планы, Гитлер разрушил планы на захват других территорий. Вот в этом, вот он сволочь такой. За это они его не любят. Вот и все. Наш единственный путь спасения членства Европейского Союза и НАТО подальше от Российской Федерации. Это лживость и подлость, возведенные в ранг религии.